В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Итак, мы начинаем эфир. Тема сегодняшнего нашего эфира – роли в астрологии. Тема вторая – «Луна». Напоминаю, сказитель автор Игорь Селенок. Я, как всегда, предоставляю тебе микрофон для того, чтобы ты мог рассказать про эту тему. И дальше мы уже во второй части перейдем, как уже по привычной программе, общаться с нашими радиослушателями и зрителями, и будем отвечать на вопросы и реплики, которые появляются на наших каналах – сайт slavradio.org, также youtube.com.slavradio, славрадио – одно слово. Пожалуйста, в чатах можете писать свои вопросы и реплики. Мы будем их зачитывать и разбираться с вашими вопросами. Отхожу в сторону. Пожалуйста, начинай. Всем здравия! Благодарю вас за ваше внимание, за эту возможность поделиться какими-то своими знаниями, и соображениями на эту тему. Благодарю также за вопросы, которые приходят в личные сообщения после просмотра эфира. И задавайте, пожалуйста, эти вопросы. Я буду стараться отвечать либо лично, либо непосредственно уже в эфирах по завершению темы. И уже, как сказали, сегодня мы поговорим о Луне, раскроем ещё этот аспект астрологии, который проявляется в жизни каждого человека. Несмотря на вашу комбинаторику рождения, так или иначе, Луна, как и Солнце, будет проявляться в нашей жизни. Соответственно, мы уже рассмотрели в прошлом эфире аспект Солнца. И я хочу обратить ваше внимание, что в последующих эфирах мы будем опираться на этот фундамент, то есть держать во внимание понятие ответственности и то, насколько это важно. И так или иначе, будем касаться во всех аспектах, которые в этой теме заявлены, в теме роли астрологии. И, так сказать, на этот стержень будем нанизывать дополнительные понимания, понятия различных аспектов или грах, планет, которые влияют на нас, отражаются. И, переходя к Луне, хочу напомнить несколько важных понятий, которые касаются этой грахи. Также дополнительно вы можете пересмотреть предыдущие эфиры, в которых мы разбирали влияние планеты. Но немножко всё-таки для того, чтобы задать эту тему, я прикоснусь. Итак, Луна, влияет она в большей степени на людей, дата рождения или день рождения которых является 2-е, 11-е, 20-е, 22-е и 29-е. 29-е число любого месяца. Эти люди имеют лунную природу, но, опять же, важно понимать, что на каждого из нас так или иначе влияет Луна. В каждой жизни у каждого человека это будет индивидуальное влияние, его индивидуальное воздействие, не так сильно проявленное, как мы их называем, у лунатиков, рождённых. Вот те числа, которые я уже выше перечислил. И Луна в своей природе не имеет своего света, своего свечения. Она отражает свет Солнца. Как обычно, я сейчас перейду к нашей подготовленной презентации. Луна имеет качество отражения. То есть, то, что на неё воздействует, то она будет отражать. И эта тема актуальна для роли взаимоотношений. То есть, когда между партнёрами происходит выстраивание взаимоотношений, Луна будет отражать то, что Солнце или, другими словами, женщина будет отражать то, что мужчина вкладывает в неё. Но так как отношения — это всегда взаимно, взаимопонимание, взаимоотношения, взаимозависимость в какой-то степени, то так или иначе это нужно учитывать, что не только вся проблема заключается в тех, кто на нас воздействует. Мы не можем, как мы разобрались, на них никак повлиять. Мы можем на них повлиять непосредственно, я имею в виду. Мы можем на них повлиять косвенно, через свой пример. То есть, только развивая себя, работая со своим внутренним миром, со своим сознанием, со своими привычками, мы можем трансформировать и воздействие на нас. Но тем не менее, Луна имеет такие характеристики, и она отражает то, что на неё попадает. Это в неком смысле мистическая планета. Она даёт человеку мягкость, она даёт человеку гибкость, она наделяет его некими психологическими качествами или способностями. Такие люди двойственны по своей природе, поскольку и природа Луны в том числе двойственна. С одной стороны, они миролюбивые такие, миротворцы в каком-то смысле. При этом они протестанты. То есть, они не всегда на веру принимают какие-то общественные, или в принципе даже не всегда принимают какие-то общественные устрои, нормы. И, соответственно, могут поднимать в том числе даже бунт. Но так как они мягкие, неконфликтные, это такой внутренний бунт, идейный бунт. Люди эти, как правило, не уверены в себе, несмотря на то, что внешне так не может казаться. Внешне они могут проявлять совершенно другие качества, но внутри при этом они метаются, при этом они, как правило, беспокойны. Также в жизни у таких людей часто всё с некоторой второй попытки, иногда с третьей. Но мы уже разобрали, что на эти вещи в большей степени влияет то, в каких гунах пребывает человек. На раскачку такие люди достаточно сложные, или сложные на подъём. Им без вдохновения тяжело себя как-то проявить, тяжело встать из постели. И также на них в большей степени, чем на других людей, влияют лунные циклы. И здесь важно не путать лунные циклы с дневными. Речь как раз-таки идёт о режиме дня. Это достаточно важный аспект нашей жизни. Если мы его не будем учитывать, то мы, собственно, понимаем, что на нас будет воздействовать определённая энергия. Если мы рано встаём, соответственно, эта энергия будет давать нам успех, вдохновение. И мы будем прогрессировать. Но если же мы любим поваляться в постели, а лунатики, как правило, склонны к этому, то и на них будут воздействовать совершенно другого порядка энергии, совершенно другого порядка, так сказать, последствиями, ну или результатом. Так вот, как раз-таки лунные циклы, да, это режим дня. Да, следовать этому необходимо. Но лунатики по своей природе могут прилечь отдохнуть днём, и тем самым наполнив себя, ну так или иначе, каким-то отдыхом, ночью они уже не смогут уснуть. И, соответственно, таким образом сбивается их цикл. Я намеренно на этом останавливаюсь, для того, чтобы люди могли узнать себя, могли обратить на это внимание, и начав хотя бы с коротких каких-то шагов, уже менять свою жизнь вот с таких, можно сказать, метафизических действий. Но, тем не менее, это конкретные действия, которые будут приводить вас к реальному результату. Об этом огромное количество трудов, но долго не будем задерживаться. Кроме того, у луны достаточно сильный творческий потенциал, и это также важно учитывать. Это артистичные люди. И на что я хочу обратить особое внимание. Луна имеет материнский аспект или материнскую природу. Мать по своей природе, она не терпит разгульного образа жизни. Мать, она олицетворяет заботу, она олицетворяет поддержку, она олицетворяет созидание. Но часто лунатики могут поддаваться другому проявлению. Это влюбчивость. И, соответственно, это будет давать совершенно другой окрас их жизни, совершенно другие проявления будут. В принципе, мы можем наблюдать это в повседневной жизни достаточно часто, когда люди не отдают отчет своим действиям. Но, тем не менее, у каждого своё, и, соответственно, каждый получает свои реакции за свои проявления. Ну и, как вы понимаете, луна — это женский аспект. А у женщины работают два полушария. Это значит, что они могут делать несколько дел одновременно. И в том числе это будет проявляться не только в их какой-то деятельности, это может проявляться в их метании. То есть, каждый, на кого луна воздействует. Либо, быть может, луна заходит в некий, скажем так, астрологический период. Собственно, эти люди будут склонны к тому, чтобы переключаться с деятельности на деятельность. И в зависимости от того, в какой гуне они будут пребывать, в каком настроении, соответственно, те или иные качества будут срабатывать либо ярче, либо слабее. И, исходя из этого, мы можем смело сделать вывод, что такие люди будут переключаться, в зависимости, например, если человек живёт в невежестве, он будет переключаться с дела на делом, он будет беспокоиться по поводу и без повода. И это тоже важный аспект луны, поскольку такие люди, они либо находятся в неком умиротворении, либо находятся в беспокойстве. И эта двойственность луны или её противоположности также определяются тем, в каких гунах пребывает человек, как он проживает свою жизнь, какие действия он принимает, ну и так далее. И, соответственно, кардинальная будет разница в результате жизни такого человека, в результате его состояния, в результате его самочувствия, ну и, соответственно, проявления в этом мире. Под проявлением я подразумеваю, в принципе, все аспекты проявлений человека, то есть, будь это отношения на работе, дома и так далее, и так далее, и так далее. Ну и важный аспект луны — это отношения. И, как уже было обозначено, отношения могут проявляться в неком настроении умиротворённом, либо в беспокойстве. Луна — это забота, и важно понимать, что это не просто её ответственность, это не просто её дхарма, как у Солнца, например, дхарма — ответственность. Она наделена именно такими качествами, и именно поэтому ей необходимо прикладывать усилия для того, чтобы именно это и развивать, именно эти качества и транслировать в мир окружающий, именно этими качествами вдохновлять людей, окружающих на какие-то совершенствования. То есть, это её некая задача, и она носит достаточно социальный аспект. Да, лунатики, они могут быть несколько замкнуты в себе, бывает такое проявление. Но, тем не менее, я рекомендую таким людям выходить из своей зоны комфорта, общаться и транслировать свои качества любви, нежности, заботы. И, несмотря на это женщина или мужчина, двойка у вас в дате рождения или пятёрка, это будет рекомендация равносильна для всех, и каждый по-своему может проявлять эту нежность и заботу, так как мы все очень индивидуальные личности, то важно проявлять это по-своему. Но, опять же, важно обращать внимание на то, в какой гуне это проявление происходит. Итак, возвращаясь к отношениям и беспокойству, соответственно, такой человек может строить свои отношения. Под отношениями я подразвиваю как семейные отношения, так и отношения с друзьями, отношения в социуме. То есть, это все отношения, которые мы можем выстраивать в наше время. Соответственно, мы можем строить их в беспокойстве. И что в этом случае будет проявляться? Такой человек будет подвержен суете. То есть, метание его ума будет транслироваться на его непосредственные действия, проявленные уже в материальном мире. Такой человек будет испытывать, как правило, нервозность. Луна и так, лунатики, они и так не уверены в себе. В этом случае неуверенность будет зашкаливать за пределы. Нерешительность. Кроме того, решения, которые приняты в этом умонастроении, они будут способствовать, как правило, неблагоприятным последствиям. Поскольку, если мы действуем из страха, непосредственно из страха, а не из любви, то соответствующий будет результат. Как правило, такие люди будут обладать достаточно слабым иммунитетом и сильно подвержены заболеваниям. И в этом случае я бы рекомендовал, прежде всего, обратить внимание на физические нагрузки, на упражнения, которые вы можете выполнять. И это важно будет. И серьезно воздействует на ваше состояние здоровья, повышать ваш иммунитет. Ну и в результате всего этого, разумеется, это приводит человека к несчастной жизни. То есть несоответствие своей природе в лунном аспекте будет по-своему приводить человека к несчастью. Но так как каждый из нас стремится к счастью, и по природе душа непосредственно обладает таким внутренним потенциалом всевозрастающего счастья, то, разумеется, есть смысл делать определенные действия для того, чтобы гармонизировать влияние, для того, чтобы гармонизировать свое состояние, свое проявление в этой жизни. И, следовательно, на что необходимо обратить внимание? На позицию умиротворения. Прежде всего, умиротворение приводит к чистоте, к чистому сознанию. Далее, это взвешенные решения. То есть такие люди будут гармонизировать непосредственно ситуации, в которых они находятся, ситуации, в которых они попадают, ситуации между людьми. И для лунатиков важно понимать, что работать над отношениями – это их очень важная задача, то есть основная задача. И это не значит, что я улучшаю отношения непосредственно со своим партнером. Это тоже имеет достаточно серьезное значение. Но я еще и способствую улучшению отношений между людьми, которых я встречаю. Это могут быть мои знакомые в коллективе, например, ну и так далее, и так далее. Соответственно, человек под влиянием луны, да еще и находящийся в умоностроении благости, он только одним своим присутствием будет наделять людей умиротворяющей энергией, умиротворяющим умоностроением. Соответственно, здоровый иммунитет, тело, психика, а луна также влияет на нашу психику, и это тоже важно понимать. И оскорбления лунные приводят к различным психическим расстройствам. Соответственно, для того, чтобы нам гармонизировать наше состояние психики, нам необходимо следовать своей лунной природе. Опять же, у лунатиков это больше проявлено, но и у других людей это так или иначе, но вплетается в их жизнь в том или ином смысле. Соответственно, коэффициент положительного результата от каких-то принятых решений, он будет значительно выше. И нужно на это обращать внимание. Соответственно, то, что я могу проявлять в этой жизни, то, как я могу транслировать свои действия, определяет какой-то результат. Конечно, мы уже рассматривали луну и в предыдущем эфире, я рекомендую более подробно ознакомиться непосредственно в том эфире. Но, тем не менее, сегодня мы в любом случае затронем какие-то вещи. И, соответственно, далее. Луна — это отношения. Отношения — это то, как относимся мы. Мы можем относиться как к Личности, так и к ситуации. И в этом понимании есть некая глубина или разносторонний подход, ну или та же лунная двойственность. То есть я могу относиться непосредственно к человеку и принимать определенные решения в зависимости от своего отношения, но отношение свое выбираю я сам. И я могу точно так же относиться к какой-то ситуации, которая меня встретила. То есть я имею свое какое-то мнение относительно чего-либо, что я в своей жизни встречаю. И вторая грань этого понимания заключается в том, а какое отношение я имею к этой Личности или непосредственно какое отношение я имею к этой ситуации. То есть в зависимости от того... В зависимости от того, какое... Секундочку, я уберу демонстрацию, она нам сейчас не нужна. Наверное, даже не получилось. Но тем не менее, я буду продолжать. В зависимости от того, как я себя ощущаю в данный момент или отождествляю в данный момент в этой ситуации, в какой-то конфликтной, быть может, ситуации или наоборот, в противоположной, то есть в какой-то приятной, гармоничной ситуации. Как я отождествляю себя, какие вопросы я задаю себе, какое отношение имею к ситуации, что я могу сейчас сделать, что от меня в целом требуется проявить здесь и сейчас. То есть какая у Вселенной, так сказать, задача на мою реакцию здесь. Это говорит, опять же, об неком уровне осознанности, но или через осознанность мы можем приходить к гуне благости, или через повышение своего умонастроения, повышение своей гуны мы можем приходить к большей степени осознанности. То есть какая именно роль в этот момент мне отведена, как я проявлю себя, и понимание того, или я бы даже сказал, для Луны важно чувствование того, то есть чувствование ситуации. И если мы принимаем, соответственно, правильное решение, то и соответствующий результат будет нас ожидать впоследствии. То есть здесь конкретно астрология проявляет свою практичность. Задача вот этого цикла лекций или эфиров, она заключается в том, чтобы в каком-то смысле уйти от эзотеричности. Разумеется, да, на нас влияют планеты, на нас, в принципе, всё влияет, начиная от давления и радиации до новостей, каких-то там политических ситуаций. Конечно, мы живём в материальном мире, на нас будет влиять всё. Но важно понимать, что, опять же, я нахожу, как я уже говорил, в прошлом эфире, я могу находить оправдание своим действиям, а могу находить побуждение к каким-то действиям. То есть побуждение к культивированию каких-то качеств. Тем самым, если мы берём во внимание то, что внутренний мир отражается всегда во внешнем, и внутренний мир всегда будет проявляться в нашем окружении, в том, где я нахожусь в данный момент, в том, какие люди меня окружают, в том, требуют от меня, либо наоборот, мне помогают и поддерживают. То есть каждая ситуация, которую мы встречаем в нашей жизни, так или иначе, она будет подтверждать нам конкретное наше умонастроение. Соответственно, если мы будем брать этого внимания, то тем самым мы будем гармонизировать свою жизнь, какая бы карма ни была у каждого человека, мы можем раскрывать свой потенциал, стремясь непосредственно в гуну благости, в которой нам вся Вселенная будет помогать и приумножать наши качества, раскрывать их ещё в большем аспекте, раскрывать их ещё в большей мере. То есть многогранность ситуации, отношений, она заключается в следующем. Как я отношусь к ситуации, то есть непосредственно моё какое-то отношение, и какую роль я сейчас вообще выполняю в этой ситуации, какую роль я могу выполнять, и какая роль непосредственно мне отведена, скажем так, Вселенной или Творцом, для того, чтобы как-то повлиять на этот мир. А это требует некой степени осознанности. И идём далее. Так, я вернусь непосредственно к демонстрации, демонстрации экрана. И перед вами уже достаточно знакомый список, и тем самым я хочу о чём напомнить. Если Солнышко проявляется через ответственность, и вот вышеперечисленные пункты тела, родителей, учителя, принципы, супруги, дети, то и Луна будет проявляться в этом отношении точно так же. То есть какое у меня отношение к телу, такой соответственно и будет результат. То есть как я уделяю внимание своему телу, так оно и будет проявляться, и так оно и будет реагировать. Да, есть такая позиция, как некая предрасположенность. Могут быть врождённые травмы, родовые травмы, травмы, полученные в детстве. Да, как известно, до 12 лет происходит становление кармы человека, и травмы, полученные до этого возраста, они будут уже определять его, какое-то восприятие этого мира и непосредственно функционирование в этом мире. Но, тем не менее, на что мы можем обращать внимание? Если я, например, имею какую-то предрасположенность к той или иной травме или заболеванию и так далее, но при этом уделяю внимание своему телу, например, занимаюсь регулярно зарядкой, соответственно, мне тело будет давать обратную связь. Оно будет либо служить мне, либо непосредственно оно будет заставлять меня страдать. То есть непосредственно мне придётся всё больше и больше с каждым годом служить телу. И это очень такая многогранная тема. Мы сейчас немножко не об этом, но это важный момент, которому действительно есть смысл уделить внимание. Соответственно, идём дальше. Отношение к нашим родителям. То есть то, как я буду относиться к моим родителям, то будет и проявляться в моей жизни. Если вы помните, то родители определяют проекции. Мы не будем говорить опять же о каком-то метафизическом проявлении. Есть непосредственно проекции, которые я, воспринимая других людей, буду получать обратную связь. Гармония у меня с родителями или не очень. Если я адекватно выстраиваю отношения со своими родителями, и здесь опять же я хочу обратить внимание, нет никакого лицемерия. Есть непосредственное положение вещей, определённая культура взаимодействия и культура воспитания, и то, как я буду проявляться в этом отношении. Такие же подсознательные программы будут проявляться в моей жизни. Соответственно, этот пункт тоже очень важный. У кого ещё этот вопрос не закрыт, я рекомендую обратить внимание, поскольку тема родового канала достаточно серьёзное значение имеет в нашей жизни. И опять же, это не какая-то там эзотерика, это как раз-таки непосредственно конкретные практические проявления через психику человека. Следующий момент — то, как я отношусь к учителям. То есть готов ли я воспринимать вообще кого-либо? Готов ли я обращать внимание на то, какую обратную связь мне даёт Вселенная, то есть моё окружение, мои жизненные ситуации, те люди, с которыми я взаимодействую на близкой карме, на близких кругах или на дальней карме, на дальних кругах общения. То есть насколько я в принципе готов воспринимать обратную связь от мира, поскольку мы своё взаимодействие выстраиваем непосредственно с миром, но только у нас иногда присутствует маленький глюк нашей программы, на который я бы хотел тоже обратить внимание. Мы на самом-то деле взаимодействуем с миром и получаем обратную связь от этого мира, но в нашем сознании мы взаимодействуем со своим восприятием этого мира. То есть то, как я воспринимаю этот мир, так я и буду выстраивать своё отношение к нему. Но обратную связь я получаю непосредственно от этого мира, от этой Вселенной. Получается взаимодействую я со своим восприятием, а обратную связь получаю непосредственно от мира. И в итоге, в зависимости от того, насколько большой перекос моего восприятия этого мира у меня выстроен, настолько более грубая связь, обратная связь от этого мира будет меня ожидать. Надеюсь, что я не сильно сложно, скажем так, ввёл такой оборот, но тем не менее, если вы немножечко приложите усилий для того, чтобы разобрать в своей жизни этот аспект, вам намного легче станет выстраивать отношения с другими людьми. Вам намного легче станет достижение каких-то ваших целей. То есть, ваша жизнь непосредственно будет приобретать совершенно другие краски, совершенно другие цвета и совершенно другую обратную связь вы начнёте получать от этого мира. И следующий важный момент, на который я хочу обратить внимание, это тот самый принцип, мужской или женский. То есть, то, как я воспринимаю мужчин или женщин, как я буду к ним относиться. Разумеется, мне в мужском теле достаточно сложно учитывать, какое же там на самом деле восприятие у женщины. Меня, мужчин и так далее. Я могу судить непосредственно, исходя из своего личного опыта. Но тем не менее, есть писание, которым можно прикоснуться, которое описывает одну и другую сторону проявления двойственности этого мира. И если я на это делаю некую поправку, мне намного легче становится жить в этом мире. Я понимаю, что женщина функционирует таким образом. То есть, у неё непосредственно лунная природа. Мужчина имеет солнечную природу и функционирует совершенно другим образом. И, соответственно, мне уже намного легче выстраивать свои отношения, поскольку я понимаю, какая потребность у этой стороны и какая потребность у другой стороны общества. Соответственно, в связи с этим я могу корректировать просто своё поведение. То есть, опять же, это и есть проявление культуры, но для Луны важно ещё и чувствование. И важный аспект – это развитие своей чувствительности. То есть, задавая себе вопрос, а что я чувствую? Что я чувствую в данный момент? Что я чувствую по отношению к этому человеку, либо к другому человеку? Что я чувствую к этой ситуации? И ещё один важный аспект – умение правильно выразить свои чувства. Для женщины это тоже немаловажно. Потому что я, конечно, могу сказать, да, я вот сейчас чувствую ненависть ко всему и так далее, ненависть к какому-то руководству или к своему супругу или ещё кому-либо. Ну и, в общем-то, мне не важно, я такая, какая я есть, ну и так далее. Но я могу и корректировать то, как я транслирую эти свои чувства. Я могу задавать вопросы, задавать вопросы участникам, а себе как минимум, почему я это чувствую. И говорится, что для женщины важно научиться общаться прилагательными. То есть не в обвинительной форме и не в форме претензий, а в форме того, что есть некая данность и некий есть запрос на то, чтобы старший помог нам в разъяснении этого вопроса. Ну, в данный момент я имею в виду непосредственно семейные отношения. То есть женщина, которая проявляется по отношению к мужчине, что-то переживает, какие-то сложности, и, соответственно, она может задавать вот такого рода вопросы. То есть научившись общаться прилагательными, женщина сможет гармонизировать ситуации в своей семье. Ну, это такие маленькие, вводные, возможно, они будут вам полезны. Делюсь, опять же, теми вещами, которые я, в принципе-то, рекомендую на своих консультациях. То есть если вы глубоко проникнетесь этой темой, если вы примените её в своей жизни, то, я вас уверяю, ваша жизненная ситуация гармонизируется, и вам станет намного легче взаимодействовать с окружающим миром, и, соответственно, совершенно другой будет результат и качество вашей жизни. И следующий принцип – это супруги. То есть непосредственно то, как я буду относиться к своему супругу. Ну, мы, в принципе, этот момент рассмотрели, можем перейти к детям. И дети, опять же, это лунный аспект. Для лунатиков, опять же, людей, которые рождены под покровительством или влиянием Луны, сильным влиянием, сильно проявленным влиянием Луны, отношение с детьми также важно. Да, такие люди, как я уже обозначил, имеют некую материнскую природу, и, как правило, они либо очень хотят детей, и в каком-то смысле могут даже фанатично идти в этом отношении, либо, наоборот, не хотят детей. И, соответственно, мы понимаем, что две стороны медали – это будет либо благость, либо невежество, проявленное в категории Луны, например. Поэтому хочу обратить еще раз ваше внимание. Для лунатиков отношения с детьми очень важно выстраивать. Очень важно через отношения с детьми, в том числе, можно гармонизировать некое воздействие Луны в своей жизни. И следующий момент, на который я хочу обратить внимание – это типы отношений. Здесь список, так сказать, идет снизу вверх, поскольку дальше, впоследствии, мы еще сможем раскрывать этот принцип намного глубже. Но для начала хотя бы несколько, я бы ходил по верхам, так сказать, но затронуть этот принцип, принцип типов или уровней отношений. То есть в нашей жизни мы можем выстраивать отношения на разных уровнях. И самый первый уровень – это некий уровень злодея, или некий уровень криминальный, его еще так могут называть. То есть это уровень, когда мы только получаем. Мне все, тебе ничего. Я только получаю от этого мира, от своего окружения, от своих родителей. И в принципе, если мы рассмотрим возраст до 5-10 лет, ну, как правило, до 5 хотя бы даже лет, то мы как раз-таки находимся в этой позиции. Мы только получаем. Мы, как правило, ничего не отдаем. Конечно, кто-то может сказать, ну как же я даю родителям свою любовь, родители радуются, и так далее, и так далее. Но, друзья, я хочу вас немножечко приземлить, поскольку Господь наделяет ребенка той самой энергией любви, или качеством любви, которая так и притягивает родителей. Именно поэтому они и служат своему ребенку. Но в этот момент фактически мы находимся в неком положении потребителя, ну, даже я бы сказал, в более серьезном положении, криминальном. То есть мы только получаем, фактически ничего не отдаем. То есть в этот момент мы набираем своего рода кредит. Следующий уровень – это потребитель. И потребительский уровень взаимоотношений, он говорит о том, что я получаю много, отдаю мало. То есть в этом умонастроении человек, в принципе, опять же, если мы рассмотрим детство, то это нормально. Это некое адекватное положение. Но если мы рассмотрим возраст 30, 40, 50, иногда даже лет, то это уже странно. И, соответственно, нужно отдавать себе в том числе отчет. Но тем не менее, потребительский уровень взаимоотношений, он также создает кредит. Я много беру, мало отдаю. То есть, так или иначе, но во Вселенной я создаю еще дисбаланс, который рано или поздно, но придется уравновесить. Следующий уровень отношений – это бизнес. Или ты мне, я тебе, 50 на 50. Можно по-разному также встретить эту терминологию, либо воспринимать эту терминологию. То есть, это я получаю какое-то количество единиц, соответственно, я отдаю такое же количество единиц. Если вы обратите внимание, то до вот этого уровня никакого потенциала не высвобождается. Что я подразумеваю под потенциалом? В предыдущих эфирах я периодически упоминал такое понимание или понятие как благочестие. Благочестие – это наработка положительных качеств и поступков. Мы можем культивировать это качество и развивать его как в этом воплощении. Ну и, соответственно, в зависимости от нашего благочестия определяется там та или иная точка нашего рождения, но некий старт, с которого мы уже двигаемся. Это семья, ее интеллектуальные качества, страна, город, в котором мы рождаемся, либо это вообще поселок, например, или это может быть какой-то мегаполис. Соответственно, те качества благ, которые мы получаем, это пища, вода, чистота экологии и так далее. Соответственно, финансовые какие-то качества нашей семьи и тот наш потенциал. То есть фактически благочестие определяет непосредственно весь аспект нашей жизни, то есть все категории нашей жизни сюда входят. И если же мы функционируем на уровне бизнеса, то есть на уровне «ты мне, я тебе», мы ничего не создаем. Опять же, важно обратить внимание, в первых двух мы только потребляем, то есть расходуем свое благочестие. Если мы обратимся еще более глубже к писаниям, то там говорится вообще, что родители расходуют огромное количество благочестия, и мы даже не можем его вернуть, если будем носить их на руках. То есть мы буквально перед ними в неоплатном долгу. Для кого-то это, конечно, может показаться несколько жестким или категоричным. Мол, родители же сами решили меня родить, сами решили завести ребенка, создать семью и так далее. Разумеется, они решили. Но если мы будем смотреть, скажем так, на окно из близкой дистанции, то мы не сможем найти выхода. Но если мы сделаем пару шагов назад, то велика вероятность того, что мы увидим открытую форточку. То есть если мы сделаем пару шагов назад в этих категориях, изначально мы сами принимаем решение, и говорится так, что душа принимает решение, и обуславлена она своей кармой, то есть, опять же, своими принятыми ранее решениями в прошлых воплощениях. Опять же, надеюсь, что это не слишком сложно терминологически, но, тем не менее, я считаю, что это достаточно важное понимание, которое есть смысл учитывать. И опираясь на это, мы можем находить себе ту или иную поддержку в жизни или какие-то вдохновения для того, чтобы действовать. Но важно учитывать следующий момент. Если мы у родителей получаем в каком-то смысле в долг это благочестие, когда воплощаемся и когда они нам служат, когда они помогают, растят нас, заботятся, обучают нас, нам так или иначе придётся этот потенциал энергии отдать. Изначально мы можем отдать его в виде своего отношения родителям, то есть, выражения своих чувств, своей любви, своих каких-то качеств, которыми мы можем послужить родителям. Либо, точнее, не либо, а следующий пункт, потому что если мы первые не проработаем в своей жизни, то нам просто-напросто ничего не откроется. Следующий пункт, он говорит о том, что я могу передать непосредственно своему следующему поколению, то есть, своим детям, передать этот долг, то есть, отдать этот долг в виде того, что я буду растить, заботиться, так сказать, служить своим детям. И это, разумеется, в жизни каждого человека проявляется. Но идём далее. Следующий пункт – это благодетель, то есть, это уровень, когда я беру мало, но отдаю больше. То есть, тебе много, мне мало. И в этой позиции как раз-таки происходит наработка благочестия, как раз-таки происходит раскрытие наших качеств, раскрытие нашего потенциала. Следующий уровень, он уже немножечко за грань выходит. Это уровень святого, это когда тебе всё, мне ничего. Людей, которые живут в такой категории, к сожалению, но достаточно мало. И я встречал, и в принципе, на нашей планете в данный момент находится, ну, по крайней мере, не основное большинство, да, большинство, можно так сказать. Но, тем не менее, это вектор, в который есть смысл двигаться хотя бы в каких-то аспектах или в каких-то сферах своей жизни. Но остановимся немножечко на благодетели. Благодетель – это состояние человека прежде всего. Разумеется, я могу сначала подойти от ума и выстраивать свои отношения, ну, мол, я буду заботиться о ком-то, служить кому-то, как-то проявляться и, соответственно, получать тот или иной результат или ту или иную обратную связь. Если я прикладываю усилия в этом отношении, и если я не руководствуюсь эгоистичным каким-то мотивом, это тоже очень важно, то рано или поздно я приду к некому чувствованию, то есть вкусу вот этого, служения другим людям, вкусу того, чтобы проявляться по отношению к другим людям. А так как Луна имеет по своей природе женскую, ну, имеет женскую природу, а женская природа – это вынашивание, то есть, когда женщина вынашивает ребёнка, она тем самым служит ему. То есть, служение по отношению к другим людям будет способствовать тому, что мы гармонизируем ситуацию. Как я уже сказал, изначально можно делать или действовать от ума, но впоследствии, если мотив мой верен, я буду приходить к некому чувствованию и к правильной обратной связи от этого мира. То есть, здесь срабатывает принцип, который можем наблюдать, например, в той же медицине, нетрадиционной, так назовём медицину, восточной, либо славянской. Всем известно, ну, или многим известно сейчас, что у каждого человека на его, например, ладонях, либо на его лице, либо на его стопах, или, в принципе, по телу, есть различные представительные зоны, либо точки. И индикатором будет состояние, например, той или иной системы или органы в человеке. И также это будет проявляться определённым состоянием точки, либо зоны на теле человека. И точно так же, как мы можем воздействовать на систему или орган напрямую, и тем самым состояние точки или зоны будет меняться, пигментация, например, либо её упругость, напряжение какое-то. Точно так же, если мы будем воздействовать на точку или зону, область, будет меняться состояние органа или системы. То есть работает как прямой, так и обратный принцип. Точно так же и здесь. Я изначально работаю посредством того, что я просто прикладываю усилия и вырабатываю свою привычку. Если я понимаю, что это меня прежде всего развивает. Если я понимаю, что это даёт как минимум следующий шаг раскрытию каких-то новых качеств, которым я сейчас вообще не могу прикоснуться. Потому что они, например, находятся на уровне 11 класса. А мне сейчас необходимо проработать качества хотя бы на уровне 1-2 класса. То есть к 11 я вообще никак не смогу прикоснуться. В результате, если я начинаю хотя бы посредством внедрения привычки культивировать в себе какие-то качества, то рано или поздно в верном умонастроении я прихожу к соответствующему и умонастроению, более глубокому, расширенному или возвышенному, если так можно выразиться. В том числе я прихожу к совершенно другому качеству жизни. И опять же важно понимать, что если я отдаю себе отчёт, то есть я задаю себе вопрос, а счастлив ли я? И мы можем обратить такое внимание на состояние человека и его материальных благ. То есть если каждому живому существу, я имею в виду в данном случае человека, удовлетворить все его материальные потребности, но при этом оставить или, скажем так, ограничить его общение, ну, предположим, на необитаемый остров отправить такого человека, все материальные блага прям вот присутствуют, замечательное жилище там, ну, что кому необходимо, у каждого же свои запросы на эту жизнь и на свой уровень какой-то комфорта. Но при этом изолировать этого человека от общения, то такого человека ждёт плавное, но лишение здравого состояния психики. То есть фактически он придёт к тому, чтобы уйти от своего здорового состояния. И большинство людей, они даже не выберут шагать в эту сторону. Да, первое время, возможно, какие-то качества материали жизни, они удовлетворят человека, но это первое время. Дальше ему захочется общения, поскольку мы социальные существа. И независимость не имеет значения, интроверт вы или экстраверт. Так или иначе, нам всем необходим контакт с себе подобными, поскольку мы в реальности социальные существа. И именно эти качества нам необходимо подпитывать. Мы таким образом получаем обратную связь от этого мира. Мы таким образом получаем какую-то оценку этого общества. А для каждого из нас является достаточно важным, чтобы чувствовать себя полезным в этом обществе, реализовываться в этом обществе. То есть о чём речь непосредственно? Если я культивирую через свои отношения, культивирую свои качества, то рано или поздно общество даст мне обратную связь. Где я действую эффективно, где я действую неэффективно. Вселенная всегда даёт нам обратную связь. Вселенная всегда помогает тому человеку, который заинтересован культивировать свои, опять же, возвышенные качества, действовать в умонастроении и благости. Но если мы посмотрим на мир и на отношения с обычной точки зрения, и не будем подключать никакую астрологию, друзья мои, это совершенно адекватная культура общения. Ведь совершенно нормально придерживать женщине дверь, например, или пропускать её вперёд, или помогать ей нести сумки. Это же адекватно? Это адекватно. Никто не говорит, что это лицемерие. Нет, это вполне адекватно. Так вот, никакого нет лицемерия в том, что мы выстраиваем гармоничные отношения с людьми. Как говорится, что ты проявляешь, то и получаешь. То есть, какие качества мы транслируем в этот мир, такую обратную связь мы от него и будем получать. Таким образом, находясь на уровне умонастроения, хотя бы благодетель, хотя бы благодетель, мы получаем возможность развивать свои качества, мы получаем возможность приумножать своё благочестие, а это определяющее значение играет в нашей жизни. Соответственно, как ещё можно выразить благочестие? Это некий эквивалент энергии того, чем я буду наслаждаться в этой жизни. Как я буду наслаждаться в этой жизни? Конечно, можно здесь узрить некий эгоистичный контекст или подтекст, но, тем не менее, друзья, мы все стремимся к счастью, мы все хотим жить комфортно, мы все хотим жить в гармоничных семьях, мы все хотим зарабатывать достаточное количество денег для того, чтобы в этом обществе чувствовать себя хорошо. Мы все хотим развиваться, приносить пользу и чувствовать, что мы приносим пользу в этот мир. То есть, фактически, даже если мы в какой-то степени будем руководствоваться неким эгоистичным подтекстом, тем не менее, мы всё равно приходим к тому, что мы начинаем испытывать вкус к тому, чтобы служить или заботиться об окружающих, об этом мире, и тем самым приумножать какое-то благоприятное качество в этом мире. И на что я хочу обратить следующее внимание. Есть в психологии или в коучинге такой интересный пример. И я хочу попросить вас обратиться к калькулятору, который вы можете открыть на своих телефонах, либо компьютерах, либо непосредственно взять прибор такой, и просто посчитать. Если мы возьмём одно действие, вот один день, одно действие, равняется единице. Если мы возведём его в степень, например, 365, то есть в году у нас, в данном методе летоисчисления, у нас 365 дней, и просто возведём единицу как некое действие в 365. Разумеется, мы получим единицу. То есть этот пример очень чётко отображает принцип действия на уровне, или принцип отношений на уровне бизнеса. То есть то, как я выстраиваю отношения. 50 на 50. Я сделал действие, мне сделали действие. Никакого потенциала не высвобождается. Давайте посмотрим по-другому. Возьмём 99 сотых. Просто вот на одну сотую меньше. И точно так же возведём в степень 365. И опять же, те, кто последовали вот этой рекомендации, те, кто провели такой эксперимент, они получат на своих калькуляторах соответствующую цифру. То есть эта цифра будет непосредственно ниже единицы. Мы не будем сейчас сдаваться в подробности, но суть в том, что она значительно ниже единицы. И там даже не тысячные. После запятой. Посмотрите на то количество нулей. Либо, друзья, если вы сделаете хотя бы на одну сотую больше. На одну сотую больше. То есть единица и одна сотая. И так же возведёте в степень 365. И вы получите значительно больший результат. То есть получается, если я каждый день буду действовать в позиции благодетеля, ну так сказать, обмен, как это в бизнесе сейчас принято говорить, обмен с превышением. Буду немножечко больше отдавать, чем получать. Хотя бы чуть-чуточку. На одну сотую. То в потенциале за год я совершаю огромный объём действий во благо этого общества. И я не говорю о том, что нужно выпячивать эти действия, нужно давать отчёт, какой-то сводку в социальных сетях или ещё где-либо. Мол, вот я такой замечательный, посмотрите на меня. Нет. Мы это делаем не из побуждения того, чтобы показать некий свой уровень. Мы это делаем из побуждения лунного аспекта. То есть мать служит своему ребёнку, когда она его вынашивает. То есть это некое служение, некое вынашивание. Я приумножаю какие-то качества в этом мире. Тем самым своим примером что делаю? Побуждаю людей действовать по отношению к своему окружению таким образом. Если я попадаю в это окружение, соответственно, для меня это будет также проявляться. Мне люди будут помогать. Если я не попадаю, ничего страшного, они будут помогать в обществе. То есть получается принцип «хочешь изменить мир, измени себя» он работает непосредственно в конкретных проявлениях, конкретных действиях. Вот, собственно, то, что я хотел сегодня раскрыть. Если мы подведём небольшие итоги за сегодняшнюю, не столь продолжительную, но тем не менее лекцию. Мы рассмотрели лунные аспекты, то, как Луна может проявляться в нашей жизни. Мы рассмотрели, на что следует обратить внимание, как людям, на которых влияет Луна непосредственно, или я бы даже сказал, людям, на которых влияет Луна непосредственно, стоит обратить на это больше внимания, чем всем остальным. Но, тем не менее, всем остальным также этому требуется уделить достаточно внимания, поскольку наша жизнь состоит из отношений прежде всего. Кроме того, мы рассмотрели некие качества женщины, которые есть смысл культивировать и развивать. Это также лунный аспект. Качество матери – это также лунный аспект. И каждому из этих качеств в жизни я бы рекомендовал уделять достаточное количество внимания, поскольку мы в жизни получаем именно такое количество внимания, которое уделяем сами. И если, скажем так, требуется кому-то погрузиться глубже, то, разумеется, есть смысл изучать это больше. И эта информация, в принципе, в наше время уже достаточно в открытом формате присутствует на просторах интернета, в том числе и на Народном славянском радио. И, как я уже говорил в прошлом эфире, нет смысла просто изучать. Есть смысл еще и внедрять это в жизнь, поскольку такие, казалось бы, очевидные вещи, как внедрение, применение информации, ну, не для всех людей. А кроме того, для лунатиков иногда кажутся неочевидными. То есть лунатики – это хорошие советчики, но на практике у них бывает, хромает эта история. Я не хочу никого обидеть. Если вы проработали этот аспект, это замечательно. Ну, то есть если на вас влияет луна, и вы проработали такой аспект, как внедрение какой-то информации, знаний в вашу жизнь, это прекрасно. Но есть некая базовая предрасположенность. И я хочу сделать акцент для людей, на которых влияет луна, на этом более усиленный, так сказать. Ну, на этом мы, в принципе, можем перейти к вопросам. Хорошо. Давай будем переходить к вопросам. Итак, небольшая отбивка, после чего будем рассматривать то, что люди, наши зрители, слушатели, написали в чате Народного Славянского Радио. Чат находится на сайте slavradio.org. И также на нашем канале в YouTube – youtube.com.slashslavradio. Славрадио пишется одним словом. Итак, переходим ко второй части. Народное Славянское Радио. Пора просыпаться. Продолжение слушайте в следующей части.